Заманивали клиентов низкой ценой и выгодными кредитными ставками. В Перми полицейские задержали сотрудников автосалона, которые обманом увеличивали стоимость машин. Как им удавалось подменять договоры и чем угрожали людям, которые не соглашались платить, знает Татьяна Прокуратова. Судя по растерянности на лицах, таких клиентов в этом пермском автосалоне увидеть не ожидали. А ведь следовало бы. На работу торговой точки давно жаловались горожане. Но коммерсанты все равно вели бизнес, словно были уверены в собственной безнаказанности. Своим клиентам обещали выгодные сделки. Только вот выгода была, считают в полиции, односторонняя. Покупателей обманывали. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Перми при участии Росгвардии были задержаны работники одного из автосалонов, которых подозревают в совершении мошенничества. Возбудили шесть уголовных дел в полиции. Считают, что злоумышленники и не рассчитывали на честный бизнес. И поставили для доверчивых клиентов хорошо срежиссированный спектакль. Для начала пустили посетителям пыль в глаза. Арендовали крупные помещения. В автосалон людей заманивали низкими ценами и якобы выгодными условиями кредитования. Надежда Бугурова давно мечтала приобрести Ниссан Кашкай. Срок решила такую машину не брать, думала. В автосалоне надежнее. Цена за бэушную иномарку мечты была сказочной. 480 тысяч рублей. Приобретали ее по программе Трейд-ин. Последние годы среди отечественных автомобилистов программа Трейд-ин набирает все большую популярность. Клиент приезжает в салон на своем старом автомобиле. Пока работники оценивают его транспортное средство, водитель выбирает себе другую машину. Платит разницу в стоимости и уезжает уже на новеньком авто. Надежда вспоминает, они с мужем несколько часов ждали якобы одобрения от банка на получение кредита. Потом под видом документа о согласии на обработку персональных данных им на подпись дали договор купли-продажи. Это Бугуровы заметили только дома. И сумма в документах была намного больше обговоренной. В индивидуальных условиях написано 595, где сам договор вот этот, ну как кредитный идет, 685. Когда конечную сумму, я посмотрела, что машина-то в итоге получается миллион 280. Он говорит, за какие-то деньги мы можем вообще новую машину купить. В настоящее время с заявлениями в полицию обратились уже 42 потерпевших. Сыщики задержали четверых подозреваемых. Троим. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще одна фигурантка уголовного дела отпущена под залог в 1 миллион рублей. Не исключено, что число потерпевших в этом деле может стать намного больше. Татьяна Прокуратова, Вести, дежурная часть. Татьяна Прокуратова, Вести, дежурная часть.